Всем привет! Меня зовут Олег Антоненко, вы слушаете подкаст «Что это было?». Здесь мы говорим в основном о войне, которую Россия ведет против Украины. Но сегодня мы решили поговорить, как в Грузии хотят принять закон об иноагентах. Парламентские слушания по этой законодательной инициативе проходят на фоне протестов. Противники закона говорят, что Грузия идет по пути России в борьбе с инакомыслием и оппозицией, а инициаторы и сторонники закона утверждают, что за образец берут не российский, а американский опыт. Что это за законопроекты об иноагентах? Их на самом деле два, кстати. Почему о них спорят и при чем здесь Россия? Обо всем этом мы поговорим с корреспондентом BBC в Грузии Ниной Ахметели. Нина, привет! Привет! Давай сразу скажем, что мы записываем этот подкаст в понедельник, 6 марта. И как и на прошлой неделе, сегодня возле парламента проходят акции протеста. Ты была на акциях и чуть позже о них расскажешь. Но давай все-таки начнем с того, что изменится в случае принятия этого закона в Грузии. Изменится, наверное, многое. То есть сам факт того, что в Грузии, которая стремится стать членом ЕС, рассматривают так называемый законопроект об иноагентах, уже, наверное, о многом говорит. Ну, на данный момент, как ты и упомянул, у нас рассматривается два законопроекта. Один вариант инициаторы называют грузинским, хотя он тоже основан якобы на американском законодательстве в основном и, как они говорят, в лучших практиках демократических стран создан. И вот этот грузинский вариант, он, опять же, по словам инициаторов, это такой смягченный вариант американского закона. Что он предполагает? Там, если у неправительственных организаций, у СМИ, более 20% годового дохода финансируется из зарубежных источников, то они должны будут регистрироваться в качестве агентов иностранного влияния. Кстати, сам этот законопроект тоже называется «О прозрачности иностранного влияния». Уже вот по этому названию можно сказать, на что акцентируют внимание инициаторы законопроекта. Они говорят, что он обеспечит прозрачность, что все будут знать, откуда финансируются неправительственные организации, СМИ. И законопроект в себе включает такие обязанности, вот таких вот агентов иностранного влияния. Они должны будут предоставлять финансовую декларацию. Кроме этого, Министерство юстиции будет проводить мониторинг. И вот что тоже вызывает, конечно, определенную обеспокоенность, уполномоченное лицо, которое будет проводить такой мониторинг, оно также получит возможность добывать информацию, в том числе и персональные данные. После того, как была буря критики, после внесения вот этого законопроекта в парламент, уже инициаторы представили второй законопроект. Как они говорят, это аналог и полная копия американского закона, который, кстати, был принят в 1938 году. И тоже надо учесть, что это не какое-то новое современное законодательство. Он был принят вот в начале XX века. Хотя с тем, что это аналог или первый, или второй закон американского законодательства противники не согласны. И, в принципе, они в этой инициативе видят российский сценарий. Особенно вот первый законопроект, он, в принципе, очень похож на то, что в России приняли в 2012 году. Тогда были первые шаги в этом направлении, а потом уже законы ужесточались. Поэтому как раз сейчас главный такой лозунг, девиз, слоган всех этих протестов – это «нет российскому закону». И российский закон – не выбор Грузии. Давай я немножко еще скажу пару слов о тех законах американских и российских, которые ты упомянула. Поскольку мы сравниваем вот эту вот законодательную инициативу грузинскую то ли с российской, то ли с американской, это важно, в общем-то, сказать пару слов и о тех примерах, которые берутся за образец. Так вот, как ты уже сказал, действительно, закон американский, называется ФАРА, появился в 1938 году для борьбы с агентами влияния из нацистской Германии. А в 1966 году в него были внесены поправки. И закон прежде всего направлен на то, чтобы политических лоббистов, которые действуют по поручению зарубежных государств, можно было четко идентифицировать и сказать, что вот так и так эти люди действуют в интересах той или иной страны. Что касается России, то появление закона в 2012 году – это была реакция властей на массовые политические протесты в стране, которые, как ты помнишь, были в 2011-2012 годах, да? А через пять лет, вот в 2017 году, этот закон предложили распространить и на СМИ. Я тебя хочу спросить, вот продолжая тему того, что изменится в случае принятия этого закона, я хотел бы тебя спросить, кому понадобился этот закон и бы на агентах? Кого ищут, я не знаю, каких-нибудь лоббистов других государств, неонацистов, людей, которые способны устраивать массовые акции протеста, если брать за образец российскую именно аналогию. Что это за люди, которым вдруг неожиданно в Грузии понадобился этот закон? Да, ну, давай тогда я сразу скажу, кто инициаторы, потому что это тоже может ввести в заблуждение. Дело в том, что инициаторы обоих законопроектов в этом случае — это такое движение «Сила народа». Это движение, созданное депутатами, которые как бы откололись от правящей партии, при этом они остались в парламентском большинстве, и, в принципе, как в правящей партии, так и сами эти депутаты говорят, что по принципиальным вопросам у них особых расхождений нет. В чём у них было расхождение? Это якобы в том, что эти депутаты будут говорить правду, то есть об уровне разглашения кулуарной информации. Они вот часто делали заявления такие, которые больше, честно говоря, были похожи на теории заговоров, и многие их считают как бы таким антизападным проектом правящей партии. То есть, с одной стороны, они говорят, что они тоже за европейский путь Грузии, и, с другой стороны, делают довольно-таки антизападные заявления. Слушай, Нина, хочу уточнить, а вот, знаешь, ниоткуда же не может взяться закон? Вот кого они предлагают считать иностранными агентами? Кого приводят в качестве примера того, что это нужно делать обязательно, что нужно маркировать, что эти люди, они, в общем-то, не грузинские, так сказать, интересы отстаивают? Есть какие-то примеры с их стороны того, что нужно сделать, кого объявить иноагентами? Ты знаешь, да, вот когда мы говорим о том, что, в принципе, наверное, нельзя эту инициативу рассматривать как вот чистую инициативу движения силы народа, и они и договаривались до этого, до того, как внесли этот законопроект с представителями правящей партии. И вот тут интересно, что со стороны правящей партии очень часто критикуют неправительственный сектор. Дело в том, что у нас сейчас довольно слабая оппозиция, довольно разрозненная, а вот неправительственный сектор, гражданское общество, они ведут мониторинг, подготавливают отчеты и так далее. И довольно часто правящая партия вот обвиняла их в предвзятости или служении интересам оппозиции. И вот, в принципе, под текстом идет это. Именно поэтому председатель правящей партии Ираклико Бахидзе сказал, что принятие такого закона, оно поможет деполяризации Грузии. То есть, в принципе, что вот какие-то европейские фонды, доноры воздержутся от финансирования организаций, которые якобы вот эту поляризацию усиливают в Грузии. И даже назвал это как бы выполнением одного из условий для того, чтобы Грузия получила статус кандидата в Европейский Союз. Ну вот смотри, я понял так, что давай, во-первых, скажем, что правящая партия называется «Грузинская мечта», о которой ты говоришь. Мы с тобой в подкасте о Михаиле Саакашвили, которым записывали недавно. Там как раз мы и говорим о том, что оппозиция грузинская, ну, в частности, вот партия Саакашвили «Единое национальное движение», оно значительно уступает грузинской мечте. И, исходя из того, что ты сказала, получается, что самыми серьезными критиками грузинской мечты сейчас являются неправительственные какие-то организации, фонды, люди, которые могут получать финансирование, в том числе иностранное. И в этом смысле, не имея политических оппонентов внутри страны, ну, вот равных, да, по силам, главные критики правящей партии – это не политические партии и движения, а какие-то общественные организации. И этот закон может быть направлен на борьбу именно с ними, вот если я правильно тебя понял. Да. Ну, во всяком случае, это одна из тех версий, для чего эти законопроекты рассматриваются, для чего вообще эта инициатива была выдвинута. Это одна из версий, о которых говорят политологи. Опять же, да, там были разговоры о том, что вот это финансирование этим финансированием финансируют движения, которые, в принципе, критикуют правящую партию. Противники этого законопроекта как раз вот в этом видят цель правящей партии, потому что у Грузии есть свободные СМИ, есть СМИ, которые критикуют власти, и есть неправительственный вот этот довольно сильный сектор, который, ну, критика неправительственного сектора во многом связана и с процессом европейской интеграции, и с процессом выполнения Грузии вот этих условий. Поэтому было заявление, довольно много организаций сделали это заявление, было также отдельно заявление журналистов о том, что, в принципе, приняв этот закон, этот закон, если он будет принят в Грузии, от этого пострадают не только неправительственные организации и СМИ, от этого пострадает много обычных граждан, потому что, например, неправительственный сектор оказывает юридическую правовую помощь. Например, кто-то нарушил чьи-то трудовые права, да, они помогают как бы отстоять права этого человека в суде. Они также предлагают различные сервисы, допустим, жертвам домашнего насилия, семейного насилия, людям с ограниченными возможностями. Во многих сферах очень много вот проектов, которые финансируются западными организациями, западными институтами. И дело в том, что вот сам этот контекст, то есть когда даже мы сравниваем это с американским законом, если учитывать контекст, опять же, критики этих законопроектов говорят о том, что вот эта инициатива означает, что, в принципе, мы считаем враждебными, получается, западные организации, западные страны, и вот потому мы вот эту инициативу озвучиваем. И если бы, мол, там было, например, более конкретизировано, вот Россия, вот мы хотим сделать финансирование более прозрачным, получить больше информации о том, какое финансирование идёт, допустим, из России, да, каких-то организаций. Вот это критики этих законопроектов говорят, что ещё можно бы было понять, потому что Россию в Грузии считают оккупантом, страной оккупантом 20% грузинской территории, и, в принципе, ну вот это бы было ещё понятно. А вот в этом контексте, когда Грузия идёт в Европейский Союз, вдруг принимать такой закон, ну это кажется, что как бы мы говорим, что окей, Запад это может быть с недобрыми целями, да, кого-то финансирует. На это вот сейчас были дебаты, обсуждения этого законопроекта. Сами инициаторы говорят, что внесением, вот созданием этого реестра, созданием регистрации агентов, они не объявляют каких-то доноров врагами, как они говорят. Это всё сделано для прозрачности, для того, чтобы народ знал, кто финансируется, от кого финансируется и так далее. Но для неправительственного сектора и для журналистов, и для противников этого законопроекта, кого это коснётся, очень оскорбительно само название агент, даже если это будет вот агент иностранного влияния. Потому что эти люди, например, я сегодня говорила с журналистами, которые вот протестовали как раз около парламента, и они сказали, что у нас, например, много донорских организаций. То есть независимые СМИ очень часто в Грузии пытаются найти на какие-то отдельные проекты доноров. Это не означает, что они финансируются с какого-то одного источника. И, естественно, это не означает, что они агенты влияния этого донора, потому что у них, во-первых, доноров много, а во-вторых, сами эти доноры, у нас очень много проектов, например, для развития демократии, для, там, в сельском хозяйстве есть какие-то проекты. То есть агент иностранного влияния, это уже означает, что ты проводишь интересы вот этого донора. Но очень много проектов, когда донор тебе дает деньги, чтобы ты развивал что-то в Грузии на месте. Вот поэтому вот тут концептуально само клише или клеймо, или я не знаю, как это назвать, термин агента иностранного влияния или просто иностранный агент. Это оскорбительно. И, кстати, уже более 60 СМИ подписались под совместным заявлением и сказали, что они не собираются как бы регистрироваться в качестве агентов иностранного влияния. Мне кажется, тут еще очень важно понять, насколько здесь роль России велика, потому что мы говорили уже с тобой и в подкасте про Саакашвили, о котором я упоминал, что в адрес властей Грузии, в адрес правящей партии звучат обвинения в пророссийских настроениях. И скажи, как это все ложится, какое место в спорах о законе и о иноагентах занимает Россия? Центральное, можно сказать. Центральное место занимает, ключевое место занимает. Уже, в принципе, во многих прооппозиционных и некоторых независимых СМИ эти законопроекты называют российским законом. И, кстати, было очень интересно, когда приводились аргументы по поводу прозрачности, аргументы по поводу того, что агент — это совсем не оскорбительно, и есть страховые агенты. Наши журналисты нашли архивные кадры российского президента Владимира Путина, и абсолютно идентичное заявление, то есть очень похожая риторика была у представителей правящей партии, у инициаторов этих законопроектов и у Владимира Путина. Вот это раз. Потом сама идея, то есть, как говорят, вот этот второй законопроект, он действительно как бы похож и очень близок к американскому закону, но вот как раз вот эта очень важная часть, то, что американский закон как раз очень узок в своём применении, и он не касается в принципе, практически не касается ни правительственного сектора, вот это как раз ключевая разница. Поэтому, да, тема России, она занимает центральную часть в этих во всех спорах, и тут же надо отметить, что самое болезненное, которое касается уже не только того, что тут могут как бы меньше звучать критика, может, в Грузии после принятия такого закона в адрес властей, но тут ещё очень важный момент, это, конечно, европейская интеграция Грузии. Дело в том, что, честно говоря, вот я во всяком случае не припоминаю случая, когда бы на стадии инициирования какого-то законопроекта было столько критики в адрес властей и столько призывов. Так вот, западные партнёры, некоторые из них прямо говорят, что там может быть потенциальный риск для европейской интеграции Грузии. Грузия, в отличие от Молдовы и Украины, которая была какое-то время, многие называли её лидером, реформ демократических преобразований в регионе. Так вот, мы тоже внесли, Грузия тоже внесла заявку в Европейский Союз вместе с Молдовой и Украиной, но в отличие от них статус кандидата в Европейский Союз не получила. Вместо этого она получила как бы европейскую перспективу и 12 условий, которые надо выполнить для того, чтобы стать кандидатом. И вот одно из условий как раз предполагает вовлечённость гражданского сектора в принятие решений на всех уровнях. Что мы имеем? Мы видим теперь инициативу, которая, во всяком случае, по словам представителей того же гражданского сектора и независимых СМИ, как раз бьёт по гражданскому сектору, по независимым медиам в Грузии. Так что как бы и западные партнёры уже на это намекают. И в Грузии об этом много говорят, что не только принятие такого законопроекта, но вот многие неправительственные организации уже говорят о том, что даже обсуждение подобной инициативы для страны, которая хочет получить статус кандидата в Европейский Союз, это уже наносит вред европейской интеграции в Грузии. Поэтому обойти тему России, ну тема России у нас как бы всегда она сопряжена с темой европейской интеграции в Грузии. То есть или Россия, или европейская интеграция в Грузии. И именно поэтому сейчас вот многие считают, что с принятием этого закона это будет просто точка и завершение или во всяком случае очень большое препятствие на пути Грузии в Европейский Союз. Я тут же напомню, что более 80% вот по последним опросам населения как раз поддерживает членство Грузии в Европейском Союзе. Еще одна такая интересная параллель с Россией. Российский журналист Глеб Голод, который переехал в Грузию, такой твит опубликовал несколько дней назад, он пишет, спустя всего год мы снова живем в стране, где есть много кофеин с фильтром, задержание на митингах и закон об иноагентах. Ну параллели понятны. Какие? По поводу задержаний на митингах. Ты была на акциях протеста, как я знаю, вот хотел бы у тебя спросить, как они проходят, сколько людей приходят, как ведут себя власти. Можно ли с помощью этих протестов добиться того, чтобы закон этот не был принят? Ну тут два момента. Правящая партия инициаторы этих законопроектов, у них уже есть свой план. Их план в том, что они поддерживают эти оба законопроекта в первом слушании и потом отправляют в Венецианскую комиссию оба, опять же, варианта, и говорят, что вот потом уже в зависимости от того, какие замечания будут получены, мы продолжим обсуждение этих законопроектов. Но какой-то из вариантов будет принят до конца вот этой сессии, весенней сессии. Давай скажем сразу, что Венецианская комиссия это такой консультативный орган по соблюдению конституционных прав, которые существуют при Совете Европы, но эта комиссия просто рассматривает законопроекты европейских и не только европейских стран на предмет соответствия демократии. Да, и вот я так понимаю, что Грузия обязана как-то подавать все эти инициативы именно в Венецианскую комиссию. Ну, опять же, дело в том, что уже очень ясно и несколько раз повторили. Вот была встреча в парламенте, послы европейских стран встречались с председателем парламента, и посол ЕС в Грузии тогда сказал, что, в принципе, вот этот законопроект, он не соответствует ценностям и нормам Европейского Союза. То есть вот это все, как думают противники законопроектов, это больше все похоже на какое-то затягивание вот этого процесса. Также и второй законопроект, он был как раз принят для того, чтобы показать, что вот этот первый, который они внесли, более мягкий вариант, вот он такой хороший. Поэтому пока, честно говоря, не видно сигналов к тому, что власть, правящая партия, вернее, прислушается к критике, прислушается к возмущениям, к протестам, и самое главное, прислушается хотя бы к западным партнерам. Пока таких сигналов не видно. Начались комитетские слушания. На прошлой неделе было два комитета, обсуждали эти законопроекты. И сегодня был юридический комитет, тоже рассматривал этот законопроект. Это было очень шумно, потому что, во-первых, около парламента собрались журналисты, собрались гражданские активисты, протестовали там. Вот они там развернули флаги Евросоюза, Грузии. И в то же время в парламенте, то есть там вывели, всё было очень шумно, были потасовки между депутатами, споры, ругань. Потом часть оппозиционных депутатов вывели с заседания. Поэтому, ну да, будет это всё, конечно, проходить на фоне таких споров и шума, но пока не видно того, чтобы правящая партия пошла на какие-то компромиссы. С другой стороны, действительно вот очень много стоит на кону как бы, да? То есть если мы говорим про европейскую интеграцию Грузии, если будет угроза европейской интеграции Грузии, то тут уже немножко вопрос выходит за пределы там оппозиция, правящая партия, потому что мы видели огромные митинги сторонников европейской интеграции Грузии. И, наверное, властям тогда надо готовиться к гораздо более масштабным протестам. А сейчас они не очень масштабны, да? Я бы не сказала, что он был супермасштабный. Очень много людей было. Но дело в том, что... Это про сегодняшний, да? Но это же и на прошлой неделе было, да? Сегодня, но сегодня были в основном журналисты, гражданский сектор, студенты присоединились. Уже видна активность очень многих организаций, академический персонал сделал заявление. То есть мы сейчас больше слышим совместные заявления делаются, призывы очень... То есть в разных сферах представители разных сфер призывают не рассматривать и тем более не принимать такой закон. И вот тут в основном самый главный посыл — это как раз вот они опасаются, что это помешает европейской интеграции Грузии. Поэтому, да, сегодня, допустим, были журналисты, хотя не было мало людей, довольно много людей было, особенно учитывая то, что грузины любят поспать, а все это началось в 9 часов утра. Вот это тоже, наверное, надо учесть, потому что акция была объявлена в 9 часов утра, но там через пару часов было больше людей. Несколько тысяч, я так понимаю, да? Ты знаешь, там люди приходили, уходили. Ну, я когда была, наверное, было, да, наверное, было 2-3 тысячи, я думаю, но я боюсь ошибиться, потому что, ну, стояли с разных сторон, и я могу ошибаться в числах. Но вот опять же, протесты, они, наверное, будут, но протест же выражается не только там на митинге и на улице. И, к сожалению, опять же, вот чувствовалась какая-то вот эта риторика, что вот неправительственные организации, они вот берут гранты, они враждебно настроены. Вот какая-то такая риторика раньше то в социальных сетях, то в заявлениях, она звучала, и мне кажется, что многие люди действительно, когда они слышат, что, ну, что плохого в прозрачности, они действительно думают, ну, что плохого в прозрачности. Пусть все нам сообщают о том, откуда они финансируются. Но вот аналитики говорят, что действительно очень болезненно будет. А эффект от вот этого всего, если они примут такой закон, он будет болезненный. И болезненный не только для тех, кто там в оппозиции или кто критикует власть. Это, в принципе, будет болезненно для многих сфер. В завершении нашей беседы, Нина, тут, мне кажется, такой вопрос завис в воздухе, на который мы не ответили, но, мне кажется, он ключевой. Почему правящая партия «Грузинская мечта» делает какие-то вещи и выступает с заявлениями, о которых мы тоже с тобой говорили и в подкасте про Саакашвили, когда ее обвиняют в пророссийских каких-то настроениях? То есть они не боятся за свою репутацию, что, ну, то есть, как бы закон об иногентах, это же еще один закон, да, вот в копилку этих обвинений, да, в пророссийскости или в том, что они идут по пути России, или под влиянием даже России, может быть, находятся. Да, вот, я не знаю, есть ли такие обвинения, что прям Россия как бы стоит, да, вот... Ну, знаешь, мой ответ будет скорее основан на предположении, чем на каких-то пока фактах. Я сразу предупрежу. Но то, что я слышу, опять же, поговорив с политологами и стараясь оценить как-то то, что происходит, дело в том, что желание удержаться у власти, видимо, гораздо сильнее, чем желание добиться того, чтобы Грузия была, например, в Европейском Союзе. То есть, как говорят политологи, они совсем не против того, например, чтобы получить статус кандидата в Европейский Союз, они даже за, потому что им это было бы выгодно, учитывая то, что большинство как раз этого хочет. Но, с другой стороны, для того, чтобы получить этот статус, нужно выполнить очень много таких действий и шагов, и реформ, которые не очень устраивают власти. И тут у нас скоро выборы. И поэтому вот как раз, наверное, эти законопроекты, они и с этим связаны. То есть, это желание, к сожалению, наверное, власть не уникальна в этом, грузинская, но вот желание удержаться у власти. Опять же, я надеюсь, что в итоге государственные интересы, интересы Грузии преобладают. Ну, мы вот посмотрим. Пока то, что видно, эти законопроекты, как бы их ни называли, российские они, американские они, пока то, что я вижу, это то, что поляризация в обществе, она стала еще сильнее. То есть, уже вот началось какое-то, кто-то кого-то агентом уже назвал, были такие случаи. И опять вот этот шум, опять вот отсутствие какого-то диалога, дискуссии. И пока что то, что мы имеем на сегодня, эта инициатива принесла только вред. Дальше посмотрим. Нин, давай скажем, что под скорыми выборами ты имеешь в виду парламентские выборы в Грузии, которые ожидаются уже в следующем году, в 2024 году. Да. Я благодарю корреспондента BBC в Тбилиси, Нину Ахметели. Вы слушали подкаст, что это было. Нас можно найти на подкаст-платформах Apple, Spotify, на канале русской службы BBC в Ютьюбе. Лайки, комментарии, рекомендации от вас горячо приветствуются. И спасибо вам большое за это. Меня зовут Олег Антоненко. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин